МГИМО В первую очередь, наверное, стоит отметить крышу, которая течет, где дети постоянно переодеваются. Конечно, это доставляет некий дискомфорт, потому что и одежду бывает намокает, ну, мало приятного. Потолки, они очень низкие. И для гимнастки, чтобы кидать предметы, отрабатывать, они очень низкие. Плюс зимой у нас потолок. Это было тоже не очень комфортно. Конечно, он уже не соответствует ни современным требованиям. Там нужны большие деньги, чтобы привести его в порядок. А если есть возможность построить новый, современный, как вот, например, спортивные залы, в которых мы и находимся, или физкультурно-оздоровительный комплекс, который в Одинцове есть тоже, да, то это, конечно, только надо поддерживать. Третий раз в состязание собирают лучших гимнастов из разных городов России. Побороться за медали и кубки приехали более 350 человек. Среди них Стефания Тяглая. Нам говорит тренер, что нужно делать разные элементы. А какой у тебя элемент самый любимый? Кольцо. А почему кольцо? Ну, потому что его нужно ловить. Сложно? Ну, чуть-чуть. В первую очередь это, конечно, артистизм. Выходя на площадку, можно делать очень сложные элементы и при этом не улыбаться. И программа, она не просмотрится. Детки, которые выходят с улыбкой, с заряженными глазами, их сразу видно, они выделяются. Ну, и, конечно же, техника исполнения, элементы, сложность упражнения. Сложно, но по силам, особенно если много работать. Слушать тренера и стараться выполнять все элементы на отлично, даже на тренировках. Тогда и на соревнованиях успех гарантирован. Стефания доказала это в очередной раз. В копилке наград еще одна медаль. Выступили достойно. Я очень довольна результатом. Тренер, самое главное, доволен. Это для нас важный очень критерий. Нас похвалили. Вот. Дочка собралась. Выступила достойно. Организация очень хорошая. Ждем с нетерпением парада. Не только парада ждут с нетерпением спортсменки и их родители, но и новый спорткомплекс. Он должен появиться в Барвихе в ближайшей перспективе. Это не только просторный зал для гимнасток, но и бассейн, и новая хоккейная коробка. Все по современным стандартам. Что примечательно, строительство будет ввестись. Параллельно эксплуатации существующего. Таким образом, чтобы те дети и взрослые, кто занимаются физкультурой, ходят туда, посещают, они смогли продолжать это делать. Первые, вторые, третьи места. Воспитанницы школы Лина показали отличный результат на соревнованиях. Дальше больше. Покорение вершин национальных чемпионатов и, возможно, Олимпийских игр. Тем более, что к этому времени тренировки художественных гимнасток в Барвихе будут проходить в совершенно других условиях в новом спорткомплексе. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.